Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о возвратной частице Щ в польском языке. Что это за частица? Куда мы ее будем писать? Как мы ее будем употреблять в предложениях? Вот об этом сегодня поговорим. Итак, частица Щ — это возвратная частица глагола, которая в русском языке переводится как ЦЯ. И это 95% случаев. То есть, если глагол в русском языке будет иметь окончание ЦЯ, то в польском языке будет иметь вот эту вот частицу Щ. Дословно она переводится как СЕБЯ. Например, запишем такие слова. Убирать Щ. Убирать Щ. Это у нас одеваться. Учить Щ. Учить Щ. Учиться. Называться. Называться. Если дословно переведем эту фразу, то это будет называться. Называться. Дальше, например, скончить Щ. Скончить Щ. Закончиться. Голище. Голище. Бриться. 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 То есть, что мы видим? Что эти глаголы в русском языке имели вот это вот окончание ЦЯ? Да. Вот каждый из перечисленных глаголов имел это окончание. То в польском языке частица Щ присутствует. То есть, видим закономерность. В русском есть, значит, в польском тоже есть. Но есть слова-исключения, которые, хотя в русском языке имеют вот это вот окончание ЦЯ, но в польском языке употребляются без частицы Щ. И наоборот. Здесь слова, которые в польском языке употребляются с частицей Щ, хотя в русском языке ЦЯ нету окончания. Давайте посмотрим примеры, которые есть. То есть, это те 5%, которые остались у нас. Например, слово ВРАЦАЦЬ. ВРАЦАЦЬ. На русский язык мы переведем как ВОЗВАЦАЦАЦАЦА. ВОЗВАЦАЦАЦА. Например, ЗОСТАЦ. ЗОСТАЦ. ОСТАЦАЦАЦА. ЗОСТАЦААЦЦА. Дальше запишем. ОПАЛІЦЩА. ЗАГАРАЦ. ОПАЗДЫВАЦ. что мы видим первые два глагола у нас русском языке заканчивается на вся но в польском языке нету частицы щи да есть такие глаголы которые будут употребляться без частицы щи и мы не можем сказать врачи до дома возвращаться дома потому что польском языке нету такого слова априори браться есть попросту слова браться следующие два глагола оба еще и спушить еще видим в польском языке да есть эта частица щи но в русском нету окончания поэтому вот слова исключения которые да есть они которые нужно знать что они употребляют из этой частицы щи или же без частицы щи это мы поговорим что это за частица щи как она переводится теперь поговорим например когда мы ее будем употреблять когда мы ее будем писать например когда мы говорим о себе то здесь я выполняем мы и если направлено на меня например я скажу одеваться убираем щи я одеваюсь убираем щи одеваюсь то есть эта частица щи есть потому что в инфинитиве одеваться есть окончание вся и это действие касается меня направлено непосредственно на меня но если я добавлю какое-то существительное то есть я буду одевать не себя уже а кого-то например своего ребенка то я частицу щи уже опущу убираем и скажу просто джетско одеваю одеваю ребенка то есть соответственно уже не сама себя одеваю то есть не на себя действия направляю как в первом случае убираем щи а здесь свои действия все я направляю на кого-то на своего ребенка то есть имеется ввиду что если вы говорите о себе действие выполняете относительно себя то вот эту частицу щи мы употребляем да но как только у нас действие переходит на другие на других людей на предметы какие-то мы вот это все уже не можем сказать мы его опускаем и говорим то того человека там тот предмет на который мы направляем непосредственно это действие например учиться давайте возьмем глагол давайте себе скажем учащая то есть это я учусь я получаю знания учусь но если я опущу вот это частицу щи не просто скажу лучше там перевод переведем как учу то есть учу кого-то лучше учим лучше не то есть здесь я была направлена на себя я получила знание для себя а здесь я уже кого-то учу то есть действие направлено на своих учеников и вот здесь мы опустили частицу щи так здесь они относятся уже ко мне то есть не на меня направлено так ну например умываю щи умывам щи это умываюсь я умываюсь но если я хочу сказать что я мою руки то больше уже умывам щи частицы уже не будет потому что действие направляю уже на руки умывам рэнце умывам рэнце то есть какой вывод можем сделать если действие направлено на нас на самих себя мы частицу щи употребляем если же мы переносим его на кого-то то частицу щи опускаем но и в зависимости от того есть это частица щи или ее уже нету меняется контекст предложений то есть здесь я здесь уберу например кучу и перевод по цвету то будет понятно что вот здесь учаще это я учусь то есть частица щи говорит о том что действие а вот здесь уже вы учу кого-то чему-то 10 10 будет направлен на кого-то так как нету вот этой частицы щи то есть поменяется контекст даже в своем предложении поэтому частицу щи мы ни в коем случае не теряем если она употребляет со словами если ее нужно употреблять в том или ином случае теперь что касается вместо частиц щи в предложении деньги мы можем писать а где ее категорически нельзя писать например запишем такое предложение он галища 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 мы я мы я убираем и выходцы выходче и выходче так что мы с вами видим давайте перейдем сначала он бреется бреется есть частица мы умывается вся есть хорошо убера одевается тоже есть и выходит выходит что мы видим с вами частицу щи написали только после первого слова хотя должны были бы и здесь написать и здесь так как вот есть это окончание ци и эти глаголы в принципе употребляется с частицей щи такое что мы здесь видим что если все глаголы подряд вот говори щи мы еще уберащи в инферентиве употребляется с частицей щи то частицу щи мы можем написать только один раз после первого глагола а дальше ему просто вот здесь опускаем опускаем мы ее не говорим так как понятно что действие касается вот одного человека он одевается он бреется он умывается то есть есть цепочка с глаголом которые употребляются щи со щи то мы ее можем опустить сказать всего лишь один раз но например возьмем другое предложение ну а себе давайте будем говорить мы еще и выходца выходца слагузом поджогу поджогу найти разогу Probably с поджогу пойти Ще. Учеша. Учеша. Теперь смотрим. Что мы видим? Здесь написали, чистить суще. Хорошо. И здесь написали, и здесь написали. Зачем? Если казалось бы, мы ее можем опустить, если у нас все глаголы употребляют суще, пишем ее только после первого глагола. Но есть один нюанс. Есть слово «выходзе», которое употребляется без частицы Ще. И фактически это слово разрывает всю цепочку глаголов частицы Ще. Поэтому можем сделать вывод, что если есть слово, которое употребляется без частицы Ще, то во всех последующих глаголах мы обязаны написать вот эту вот частицу Ще. Если у нас идет беспрерывная цепочка из глаголов, которые употребляете Ще, тогда да. Раз написали, во всех остальных глаголах опустили. Но как только появляется глагол, употребляющийся без частицы Ще, дальше мы ее не опускаем. Мы обязательно ее пишем. Хорошо, это понятно. То есть если подряд глагол употребляет суще, хорошо, можем ее опустить. Допустимо. Как только появился глагол без частицы Ще, то дальше пишем ее. Мы не можем ее опустить. Это что касается написания частицы Ще, когда мы ее можем опустить, когда мы ее не можем опустить. Дальше место предложений, где мы ее можем писать, а где не можем написать. Например, запишем такие предложения. Че можем ли мы познакомиться, як ся называшь, як ся называшь, як ся называшь, як ся называшь и як ся машь, як ся машь. Что мы с вами видим? Что частицу Ще почему-то написана перед глаголом. Хотя она относится к этому глаголу, и логично было бы написать, як называшь Ще. То есть употребить после глагола, с которым непосредственно эта частица употребляет. Но в польском языке есть такое правило, что частицу Ще мы никогда не ставим в начальное предложение. Никогда она не может стоять первым словом, первой частицей. И в конце предложения. То есть частицу Ще мы можем написать только в середине предложения. В начале и в конце предложения мы ее не пишем за одним исключением. Если предложение состоит из одного возвратного глагола. Если только один глагол. Например, познаем Ще, познакомимся. То есть на начало предложения мы ее категорически не можем вынести. Это грамматически неправильно. То есть в таком случае, если предложение состоит всего лишь из одного возвратного глагола, то частицу Ще мы можем написать в конце слова, в конце предложения. Это только единственный случай. Ну или, например, звонит подруга и спрашивает. Цо робишь? И я отвечаю. Уберем Ще. Все, я одним предложением ей ответила. Одним словом фактически, одним возвратным глаголом. И частицу Ще я могу поставить в таком случае в конце предложения. Сказать Ще у Бера нельзя категорически. То есть понятно, что частица Ще не может стоять в начале предложения и в конце. Кроме случая, если предложение состоит из одного возвратного глагола. Что касается, если у нас глагол стоит в середине предложения полностью. То есть не в конце, как в данном случае, а в середине. То где в таком случае частица Ще может стоять? Давайте запишем следующее предложение. Идем. Спотком Ще с Башоу. Спотком Ще с Башоу. Идем встречу с Басей. Мы видим, что частицу Ще мы нормально написали после глагола. То есть в середине предложения написали после глагола хорошо. Но напишу еще раз вот так. Идем. Ще с Башоу. С Башоу. Я частицу Ще вынесла перед глаголом. То есть если это середина предложения. Вот у нас глагол находится в середине предложения. То мы можем частицу Ще писать как после глагола, так и перед глаголом. Грамматически правильно будет. И так, и так. Это как вам уже удобно будет говорить. Либо же перед глаголом, либо же после глагола. Ну, например, давайте еще напишем. Хце научить Ще языка польский огон. Написали после глагола частицу Ще. Но мы также можем ее вынести перед глаголом. И сказать. Хце ще научить. Языка польского. Языка польского. То есть снова. Если это середина предложения, мы частицу Ще можем писать как после глагола, так и перед глаголом. И тот, и тот вариант будет правильным. Следующее. Что касается тех слов, которые мы можем написать между частицей Ще и глаголом. То есть фактически мы не можем разорвать этот глагол с частицей Ще. Но есть несколько местоимений и слов, которые все-таки мы можем поставить между частицей Ще и глаголом. Это такие слова, как пан, пани. Местоимения. Ми, чьи, ей, му. Это короткие формы. Мне, мне, тебе, ей, ему. Короткие формы местоимений. Так. Указательные местоимения. Та, тэн, тэ. Ну и такие слова, как дужо. Белее. Трохе. Дужо, беле, трохе. Мало. Вшистко. Так, дужо, беле, трохе, мало. Вшистко. И барцо. Все. Вот этот вот перечень тех слов, которые мы можем разделить частицу Ще и глагол. Никакие другие слова мы не можем поставить между частицей и глаголом. Например, як, Ще, пан, ма. Как у вас дела? Мы разделили вот частицу Ще и глаголом слово пан, потому что в перечне у нас есть это слово. Поэтому мы можем так написать. Также мы можем сказать як, пан, Ще, ма. Тоже будет правильно. Можем сказать як, Ще, ма, пан. То есть здесь, как вам удобно. Можете говорить пан, выносить перед частицей Ще и глагола, может говорить после, а можете говорить между частицей Ще и глагола. Грамматически все три варианта будут правильными. Например, подобом МИЩЕТА кшанушка. Мне нравится эта книга. Вот указательное местоимение ТА, которое вот у нас в перечне есть, поэтому мы можем сказать и после частицы Ще. И вот это местоимение МИ, которое мы разделили, глагол подоба и его частицу Ще. Можем глагол МИ вот здесь вообще поставить. Подоба, ЩЕ, МИТА кшанушка. Так и так будет правильно. То есть эти слова мы можем вставлять между глаголом и частицей Ще. Например, МАРТА, ЩЕ, БАРТЦО, МИПОДОБА. Здесь мы в эту частицу Ще с глаголом разделили словом БАРТЦО, которое у нас здесь в перечне, и местоимением МИ, которое тоже мы здесь вот с вами записали. Но, например, слово МАРТА мы не можем вставить вот сюда. То есть неправильно будет сказать, например, БАРТЦО, МИЩЕ, МАРТА, ПОДОБА. Мы не можем частицу Ще с глаголом разделить вот этим словом МАРТА. Потому что в этом перечне, который мы с вами записали, нет ни имён, никаких либо других слов. То есть вот это предложение грамматически неправильно построено. Помним, что только этими словами, этими местоимениями мы можем разделить частицу Ще с глаголом. Никакие другие слова мы между ними не вставляем. Итак, вывод, какой мы можем сделать. Частица Ще употребляется с глаголами, действие которых направлено на нас. Дальше. Частицу Ще, в зависимости от того, есть она или нету, может меняться контекст предложения. Следующее. Частицу Ще мы никогда не пишем в начале предложения и в конце. За исключением того случая, если предложение состоит из одного возвратного глагола. Что касается середины предложения, то частица Ще может писаться перед глаголом и после глагола. И что касается тех слов, которыми мы можем разделить глагол и частицу Ще, это местоимения, это слова парца, беля, троха, малая, те, которые мы, собственно, записали. Никакими другими словами мы глагол и частица Ще не разделяем. Спасибо за внимание.